Как помочь всем, до кого невозможно добраться наземным транспортом? Как спасти тех, кто оказался в труднодоступных местах? Ответ на этот вопрос знают сотрудники Нарьинмарской региональной поисково-спасательной базы. О тех, кого не пугает высота, в сюжете Елизаветы Кабановой. Раннее утро для многих начинается с кофе, но только не для тех, от работы которых буквально зависят человеческие жизни. Спасатели Нарьинмарской региональной поисково-спасательной базы совместно с пилотами готовятся к очередной ежемесячной тренировке. И всё для того, чтобы в экстренных случаях их действия были отработаны до автоматизма. Экипажи должны владеть навыками ведения радиотехнического и визуального поиска, посадки с подбором с воздуха днём и ночью, десантирование парашютистов и выполнение подъёма спусковых работ с применением спусковых устройств и бортовых вертолетных лебёдок. Сначала спасатели готовят место для приземления парашютистов. Яркий крест – как ориентир. Ведь чем быстрее спасательная поисково-десантная группа окажется на месте авиационного происшествия, тем больше шансов успеть сделать всё необходимое для сохранения жизни. Наринмарская РПСБ была создана в конце 2008 года и уже более 10 лет несёт круглосуточное дежурство по поисково-спасательному обеспечению полётов совместно с дежурными экипажами вертолётов Ми-8 Наринмарского объединённого авиаотряда для поиска и спасения пострадавших в авиакатастрофах и оказания помощи терпящим бедствия на море. «Десантирование с вертолёта происходит с высоты 20 метров. Спасатели спускаются на землю при помощи специального механизма. Как правило, к этому методу прибегают в случае, когда нужно провести экстренную эвакуацию больного с места, куда не может приземлиться вертолёт». Прыжки с парашютом, а также десантирование на спусковых устройствах с вертолёта выполняются спасателями по несколько раз за двухчасовую тренировку. Главное здесь – слаженная работа в команде. Стать спасателем может не каждый. Физическая и моральная подготовка – важный аспект. Денис Шевелёв пришёл в региональную поисково-спасательную базу в 2009 году. С того момента он совершил уже более ста прыжков с парашютом. «Здесь нужно очень много думать. Всё это кажется красиво, весело и интересно. Но на самом деле это в основном работа вся происходит внутри организации, на базе, когда всё просчитывается, всё высчитывается, как говорится, до мелочей. Как это будет происходить, когда, на чём, а на самом деле всё равно всё происходит так, как оно получится». С наступлением летнего периода тренировки спасателей продолжатся, но будут немного изменены условия. Основной упор будет сделан на оказание помощи людям, которые претерпели бедствие на воде.